Находится Таня Рябова на прямой связи. И она тоже. Ой, она йогой занимается и на сапборде это делает. Как бы не навернулся. Таня, тебе слово. Наталья, доброе утро, доброе утро, уважаемые телезрители. Мы сегодня находимся на необычной тренировке. Я думаю, что многие красноярцы знакомы и знают, что такое сапсюрфинг, что такое сапдоска. Это такая надувная доска. Вот сейчас мы на ней находимся. Но вот йога на сапах, это что-то новенькое для красноярцев. И вот мы сегодня вам решили это все продемонстрировать. Тем более, сегодня у нас с вами такая тема очень интересная. Это тема Лени. И вот, между прочим, занятие по йоге на сапах начинается в 6 утра. То есть люди, которые сюда приходят заниматься, они встают примерно где-то в 5 утра. То есть представляете, какой у них заряд энергии. Хочу вам представить сегодня наших гостей. Это мои прекрасные коллеги, которые меня сегодня поддерживают. Дарья Черкасская, наш режиссер. Софья Лубинина, наша бывшая коллега прекрасная, о которой сейчас многие, кстати, они и спрашивают. И Анна, посмотрите, тоже суперинструктор. И Николай Николаев, наш проводник в Мир Йоги, в Мир Йоги на сапах. Николай, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что сейчас с вами делаем, как называется это упражнение и вообще зачем оно нужно? Данная поза называется «Первый воин». Оно позволяет нам хорошо нагрузить наше тело, растянуть позвоночник, ну и в данном случае посмотреть на красивое небо и утонуть в нем. Отпускаем руки в ковер, шаг назад. Николай, занимаемся и рассказываем. Я знаю, что вы умеете это делать. Скажите, пожалуйста, вообще в чем, скажем так, вот эта фишка заниматься йогой именно на сапах? Даже если вы продвинутый практик и уже не знаете, чем себя занять, вы можете максимально увеличить свой баланс и продвинуться дальше, так как сап позволяет вам сделать и ощутить себя снова новичком в практике. Как насчет новичков, тех, кто приходит впервые, им вообще подвластна йога на сапах или это все-таки уже сложный такой продвинутый уровень? Если с вами хороший инструктор, все подвластно, потому что мы начинаем плавно, человек уже будет готов и потом постепенно уходим в сложные асаны. Так, что сейчас у нас вперед? Прыжок вперед. Так, я сейчас прошу у Дан, девушки, скажите, пожалуйста, как вы? Сложно ли заниматься? Мы уже здесь с вами находимся примерно 40 минут. Дарья, скажи, пожалуйста, как твои ощущения? Ну, сложновато, сложновато. Простите вас. У меня есть комментарий. Дарья, на передаче. Пожалуйста, держите. Ой, дорогие телезрители, дорогие телезрители, про лень, да, сегодня у нас эфир? Я скажу, что мы уже с Дарьей, она вообще в отпуске, побороли лень, потому что пришли сюда сегодня заниматься. Ну, а на то, чтобы не халтурить и делать все занятия моей уже мотивации и способности этой ленью бороться не хватает иногда, потому что, конечно, правда неустойчиво, но ощущения, утро, рассвет практически, очень красиво. А вот тебе она ничего не делает. Давай-ка ты, смотри как, оп, ножкой подергаем. Возвращаю микрофончик. Ой, ой, ой. Так, ну, если вернуться к теме лени, я просто берегу здесь нашу сегодняшнюю аппаратуру. А вы посмотрите, какую красоту сейчас делает Николай Николай, как называется эта поза. Поза цепит, если по-русски. Если вам доступна четуранга, ну, а по-русски опять-таки отжимания, то вы сможете перейти в эту позу. Еще, мне кажется, Николай, что йога на сапах, она еще как бы здесь, почему здесь двойное, скажем так, удовольствие и польза. Это потому что, то есть ты кроме того, что делаешь вот эти сложные позы, но ты еще же должен удерживаться и на сапе, это уже получается двойная нагрузка. Ты же ведь можешь упасть. Конечно, но тебе помогает природа, единение с природой, она заряжает. Тебя заряжает твой каждый мускул, и тебе безопасно. И, кстати говоря, вода же мягкая, и она мягче, чем даже ковер, если вы тренируете в помещении. Расскажите, вот, в плане удовольствия. Понятно, что нагрузка очень сильная, ну, сильно, я бы сказала, средней тяжести, уже сильнее и сильнее, но потом же какую-то легкость чувствуете. Ощущение счастья к вам приходит, правда? Конечно, ощущение счастья приходит, как обычно, на шавасане, если вы хорошо поработали. Вы чувствуете заряд на весь день, если практикуете с утра. И потом уже без йоги не можете. Главное, как говорится, только встать на ковер, остальное пойдет само собой. Да, я дышу в микрофон. В йоге дыхание стоит практически на первом месте. Это уже практически 40% вашей хорошей практики. Машем ножкой. Представьте, что вы на берегу моря. Да, и машете проплывающим морякам. Это море, но и не сеем. Конечно, девочки, мы любим наши не сеем, мы любим заниматься и сапами, и йогой на сапах. Дарья, последний к вам вопрос. Как у вас настроение? Сегодня вообще, как вы с утра побороли лень, поскольку это тема нашего эфира? Ой, ну, как не встретиться с любимыми коллегами на йоге, на такой замечательной. Я просто поборола. Ну что, дорогие друзья, я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто сегодня с нами занимается. Это Николай Николаев, инструктор, который нас сегодня приобщил к такому течению, как сап-йога. Это чудесная Анна, также инструктор Софья Лупинина, которая сегодня тоже встала в 6 утра, чтобы мы сегодня занимались. Дарья Черкасская, которая сегодня в отпуске, кстати, между прочим, и тоже встала в 5 утра и пришла. Поэтому какая лень, какая лень. Кстати, если вы тоже хотите попробовать позаниматься йогой на сапах, то найдите, ребят, в Инстаграм, доска Сап Клаб, ищите, узнавайте всю информацию. Обязательно приходите, потому что здесь так классно. И, кстати говоря, безопасно. Ну что, попробуем какая-то вода холодная или нет, девчонки? Николай. Да, конечно, конечно, давайте сделаем нечто сложное. Но не вы, у вас микрофон. И самое интересное, ну, конечно, самое интересное, если вы боитесь воды, сначала приходите к нам в школу йоги Николаевых. Мы вас подготовим, и потом красиво проведем уже на сапах. Поехали, девчонки. Руки в замок. Замок ставим в ковер. Прыжок. Заземляем макушку. Поднимаем таз. Максимально подходим к рукам. Прыжок, прыжок. Поднимаем ногу. Поднимаем. Поднимаем другую ногу. Не успех получился. Сдаем стойку на ваших руках.